ПРОМОКОД БУРБОН Некоторые вещи, которые будут в ролике, получил я не с помощью промокода Бурбона, но вы можете его уводить, действительно, и вся инфа есть в описании, можно получить до 80 тысяч, просто прочти описание и промокодик Бурбон Вот они, 4 победителя, потому что в прошлом ролике я забыл про это, каждый из них получает по 100 рублей, поэтому если хочешь так же, просто поставь лайк, напиши любой комментарий, возможно, что-то весёлое, интересное, любое, и поставь лайк, я уже сказал, по-моему, об этом, да? В следующем ролике будут итоги, а сейчас, друзья, мы посмотрим, что изменилось за это время Этот ролик можно отнести к серии экономических вопросов, я понял, что многим такое нравится, поэтому я буду раз в несколько недельных такое делать, если будут появляться какие-то вещи, о которых можно будет рассказать Первое, вы сами видите, это скин клоуна, который появился, за это большое спасибо Аустину, который взял и подогнал его То есть он сначала перевёл мне деньги на банковский счёт, и потом я просто купил у него за 500 тысяч этот скин Просто скин клоуна я давно хотел, и думаю, сейчас буду ходить с ним, но у меня также есть один аксессуар, который на нём не виднеется Вот, вот такая вот тыква, это просто... это странно, я не спорю, но скоро хэллоин, и, по-моему, это неплохо И да, это просто тыква, мне один чел скинул тему на форуме, который, как я по-моему, он создал, и там было предложено изменение, чтобы это была не просто тыква, а тыква с лицом И такой пример он показывал, что в Сампе такое есть, то есть такие тыквы просто валялись На самом деле, да, было бы прикольней Также, я думаю, что сегодня поедем купим кий, вот эта волшебная палочка, которая просто, как я по-моему, сломанный кий Вчера я видел за 1200, и также, друзья, самое интересное ТАДАМ! Просто посмотрите на вот эту вот красотку Да, это действительно хантный, который выпадает с рулетки, но Посмотрите на этого человека Хоть один чел может сказать, что вот этот вот человек очень везучий Не, бывают, конечно, моменты, когда я в казике, там, поднимаю денежек, и когда мне с рулетки что-то нормально дропается Но, это не тот случай Мне подогнал его один чел Это Ангел Майерс, почти что как Майк Майерс, только ангел Он, кстати, тоже занимается ютубом, сейчас в основном стримами, но есть в планах и создания роликов Это бывший админ Амбера, который ушел по СЖ Сейчас он простой игрок и пытается добиться разных успехов на Даймонде Ссылка на канал есть в описании, поэтому давайте поможем ему и подпишемся Потому что он реально подогнал охрененную вещь Поэтому, да, я действительно был бы рад, если ты его подписались Потому что, ну реально, чел подогнал охрененную вещь Но, посмотрите на это Да, казалось бы, она едет 110, но, во-первых, такая машина, она не у меня одного Я понимаю, но она довольно-таки уникальная То есть я в игре реально таких машин я не встречал Это не означает, что их нет, просто они очень редкие И реально, возможно, даже посты можно было бы протюнить частично или полностью до 4пт И это охрененно Но почему я сказал, что троник будет не совсем экономический Я решил объединить несколько вещей Сначала просто рассказать о том, что вот так поменялось Также это бизнес Бизнес это вечная тема Так как есть некоторые предложения, но Мне кажется, что они капец какие дорогие То есть мне за 30к предлагали аксессуары SF И мне казалось, что финка там не настолько большая, что покупать его за 30к Хотя более выгодных предложений не поступало Также было предложение купить продуктовый магазин, о котором я до этого реально не слышал Короче, в GPS 8.2, сейчас можем доехать до него Есть магазин, где ты закупаешь продукты для своего дома И реально, я играл несколько лет на Даймонде и про него просто не слышал А если судить по финке, если верить, что она не накрутится Хотя там, наверное, довольно-таки сложно накручивать Если ведь это в дома закупать И там, если ты закупил в дом, а у тебя уже сытости много То ты же не поешь и хз В общем, там реально финка была неплохая по 1060 И, как я понял, потом просто чел бы продал другому человеку чуть дороже, чем мне планировал Также вроде как сейчас чел продает верхнюю лесопилку Но я посмотрел финку И реально, 30к за верхнюю лесопилку То есть АЗС около верхней лесопилки Реально, то есть это как-то дохренища Потому что я помню, когда я ее держал Я ее продавал за миллионов, наверное, 6 Хотя финка там была ненамного меньше То есть вот так вот А так вот данный магазин И серьезно, я до этого про него просто как-то не знал, не слышал И просто вот да Здесь вы можете купить продукты, которые будут храниться в вашем холодильнике Укажите, допустим, давай укажем 100, 200, это нормально Или 12 тысяч, не, это дорого Стоп, давай тогда 5, 6, просто чтобы показать Все, 6 продуктов Я думал, что это дешевле Так, тут есть подписчик Да, привет Ну вот, и конечно же, если подписчик, то сразу нужно просить денег Вот как бы вот Да, обидно Как я понимаю, друзья, у многих из вас начались каникулы И если с 1 сентября я вас не поздравлял То с этим серьезно я готов поздравить Там, кстати, что-то делают Ацтеки То есть планируют РПш какой-то окей Так вот, действительно, поздравляю Онлайн как бы тоже заметно поднялся Сейчас час дня Онлайн уже почти что касали на Эмбере Это круто Так вот, и давайте пройдем сейчас по рынку Посмотрим, если тут вдруг будет кей Мы его приобретем Так, я вижу кей Сколько он стоит? 500 тысяч Серьезно, чел, это очень много Я вчера видел реально за 200 Не буду говорить, сколько Но точно не 500 Там было намного меньше Вот еще один кей Он стоит вообще 600 Что? Типа, я мог вчера, наверное, купить его Может, это просто один чел вот так сливал Очень дешево Потому что спешил на еще что-то Но реально Я его видел Это очень дорого За 500 тысяч Я не хочу Я слишком жадный Такого Ну просто, да не то, что даже жадный Просто, да это много Вот, да 250 тысяч Давайте посмотрим еще предложение Я же думал, что я уже все кукух и поехал Ну погнали 250 я готов потратить А тут переплачивать в два раза Это такое себе Проверяем Не 2,5 миллиона Нет Так, чел, ты же не купишь? Нет, ты не купил Все, отлично И у нас есть такой вот полусломанный кей В виде волшебной палочки Отлично Мне просто Вы сами знаете, что мне дико везет И мне, конечно же, повезло Вот выпали деньги Выпали их спишки Но аксуары не выпали Но теперь я могу сказать, что Опять же, Аустину Спасибо большое за тыкву Которую он подогнал И также плюс Я сейчас сам купил палочку И теперь у меня есть уникальные аксуары с Хэллоуина И просто я Да, я уже говорил, что буду потихоньку Собирать уникальные аксуары Также накопилось доната Там уже больше косаря Поэтому думаю, как-нибудь организуем какой-нибудь стрим А возможно, подождем до нового года Потому что там, скорее всего, будут какие-нибудь крутые акции Наподобие Х2 И то есть можно, если что-нибудь выпадет Там наподобие какого-нибудь Маверик То есть продать его по Х2 То есть еще больше доната получить ХЗ И просто покрутим рулетку Возможно, тоже выпадут какие-то интересные аксуары А пока что, кому интересно Я уже показывал Могу еще раз продемонстрировать Вот список того, что у меня имеется Респиратор можно снять Да, конечно, тут никак не все Но уже какие-то реально крутые вещи есть То есть вы сами видите И я, опять же, говорил, что это не для чего То есть в этом нет никакого смысла Просто вот интересно Сейчас поговорим тоже про довольно-таки важные вещи Это последнее обновление, которое сделало такую вещь Что новички, если они проходят квест И вводили твой промокод То ты за них получаешь 50 тысяч И хоть я выдаю 80 тысяч То есть я ухожу в минус Но теперь мои затраты уменьшились И давайте покажу вам сейчас свой основной банковский счет И вы видите, что 1.800 Это вот накапывало просто с подписчиков Это реально круто И по сути я, наверное, уже больше отдал людям Когда переводил деньги Но все же не такой большой пробел между деньгами У меня сейчас складывается Когда я раздаю деньги подписчикам Поэтому да, вводите промокод Бурбон Проходите начальный квест В описании есть ссылка на пост ВК Где я все подробно рассказал Что нужно сделать, чтобы получить деньги Мне просто самому интересно Сколько у меня суммарно денег И я хочу сейчас все их сложить 28кк В большей степени это ваша заслуга Поэтому большое спасибо всем тем, кто помогал Это, да, для Даймонда сейчас не огромные Не прям что Вау, сколько Но все равно за такие деньги Можно приобрести какой-то бизнес И да, я понимаю, что найдется часть людей Которые скажут Ты сам не можешь работать Тебе дают деньги И вообще не злой к тебе И отписка И давайте короткий ответ таким людям Вам серьезно было бы интереснее смотреть На то, как я зарабатываю эти деньги На то, как я из ролика в ролик Катаюсь на дальнобойщиках Работаю на водолазах Еще где-то Что вы просто заработаете деньги Ведь серьезно Какие-то люди Я никого не заставляю делать Какие-то подарки Переводы Или еще какие-то выгодные предложения Это просто Можно сказать Доброта людей Которые типа Чел снимает ролики Возьму и помогу ему И он допустим взял и передал что-то Сделал еще что-то В этом суть Реально, когда мне пишут люди о том Что допустим Там ухожу с Эмпером И потом перестаю играть Еще что-то Хочу-то помочь с деньгами Я уточняю чувака Ты уверен в этом? Ты точно хочешь что-то сделать? Я не говорю типа Да-да-давай Мы еще такой-то Переводи быстрей И все Поэтому серьезно Мне кажется что да Я не могу сказать что эти деньги Я получил вот честно Все сам и заработал Но ведь мне кажется Что интереснее смотреть на человека Которого есть какое-то имущество Может его продемонстрировать Например Вот эту вот машину Так-то хант Он не очень быстрый Не продаешь Неа Не чел Сорян Это вот мой хант Поэтому все Поэтому да Я хотел купить бизнес за 30 какая Я по-моему переборщил У меня не 30 как А 28 миллионов И все же просто те бизнесы Которые мне предлагали Мне кажется что они Не стоят Тех денег Которые за них хотят Их владельцы Хотя это право владельцев И я тоже ничего говорить не могу И вот то что я хотел рассказать Про экономику Теперь давайте перейдем К Судной ночи Краткий экскурс Судная ночь Это небольшое мероприятие Которое проходит на Даймонде Раз в году В моем понимании Оно сделано на основе фильма Который имеет такое же название Судная ночь И там есть спокойное государство Где нет никаких проблем Где очень низкий уровень безработицы Где мало преступлений Происходит В общем идеальная утопия Но чтобы поддерживать Эту идеальную утопию Людям нужно давать Один раз в год Выплеснуть Свою агрессию И поэтому есть Судная ночь Где ты можешь творить Все что угодно И тут тот же самый концепт Был огражден Весь город Лос-Антос И в его зоне Ты мог Эркашить Демить Запрещено было использовать Четы Либо какие-то там Плюсцы и остальное Просто Ты мог убивать всех В этой судной ночи Были как преимущества Так и недостатки Из плюсов я могу отметить Что ты не помещался В какой-то маленький мир Где только респавнишь И тебя сразу убивают И ты появлялся В реальной территории То есть в которой Ты уже знаешь Лос-Антос Среди минусов Могу отметить то Что не давали оружие То есть тебе нужно было Самому тратить деньги И я реально видел Как очень много людей Покупало оружие В иммунациях И я уверен Что во многих иммунациях Финка возросла Чуть не не до грана И также еще один минус Для гостников Ты если убиваешь Т9 У тебя снижается законка Хотя это не совсем справедливо Как мне кажется Потому что Эти действия В моем понимании Они должны быть безнаказанными А так ты еще и розыск получаешь Если ты какой-нибудь ПДшник убьет А тут так же В тюрьму попадешь Тип вот этим Вот реально был минус Мне кажется А так что касается меня Я немножко покатался Там убил одного человека Даже получил две звезды И показал свою Детонатуру После я решил провести стрим Где тоже этим занялся Мы собрали такой небольшой склад Побежали Я думал что чел в моем складе А он оказался нет Либо он закрысил И просто убил меня Почти что в самом начале Со спины Когда я спасал его шкуру И пытался убить другого человека Вот так вот Прошла до меня судная ночь И последнее Про что я хотел поговорить Это про квиддич Возможно Он будет добавлен На счет в среду То есть 31 октября И там тоже Как я понимаю Можно еще бы Будет выбить тыквы Чтобы из них выбить деньги Или какие-то аксессуары Но не факт Потому что Именно из-за квиддича Лагал сервер Так как там Была довольно таки Необычная Сделана система Это метла То есть Ты летал на метне Я попытался Полетать на этой метне И это реально очень сложно То есть Пройти тест Где ты проходишь Через 12 колец И Не сказать что это невозможно Просто реально сложно Это все как-то дерганно Я не знаю Небо сервер лагал Либо так это было задумано Просто реально Когда я это выполнял Какие-то были Типа прям очень резко Типа ты чуть-чуть Отправляешься куда-то Там не знаю Назад Такой типа Пум Сразу улетаешь куда-то Реально было жестко Поэтому сама задумка Игры в квиддич Это просто охрененно Но Я попробовал Сделать на стриме И у меня не получилось Такие дела друзья И вроде как Я рассказал про все Что хотел Если ролик вам понравился Обязательно ставьте лайк Подписывайтесь на канал С вами был кто? Правильно Бурбон Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok